Состязания на ловкость, силу и выносливость. В спортивном городке пожарной части проходят жаркие баталии. Там состоялся городской чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Участвуют в нем учащиеся 10 школ Петропавловска. Подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебно-тренировочной башни, преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Ребятам предстоят эти четыре дисциплины. 15-летний Владимир Медведев представляет 32-ю школу. В своих силах уверен. До состязания школьники тренировались на этой площадке в течение 20 дней. Мне понравилось. Я был уверен, что я справлюсь. Я занимаюсь дома спортом, веду здоровый образ жизни. Сложность. Лестница немного не подошла, потому что она какая-то пластмассовая была. Неудобно немного было. Ну и зарезина, потому что она мокрая была и все. Соревнуются ловкие и смелые по трем возрастным категориям. Старшая группа 14-15 лет, средняя 12-13 лет и младшая 10-11 лет. Самый юный участник здесь Леонид Янусов. Ему всего 10, но результаты показывает отличные наравне со старшими ребятами. В забеге на второй этаж башни он пришел третьим за 11 секунд и 32 миллисекунды. Готовился я к соревнованиям хорошо. Говорили, что очень хороший результат. Но как-то вот сейчас ноги начали болеть из-за того, что сорвался еще на лестнице. Из-за этого и стал третьим. Я вообще занимаюсь боевыми искусствами. Там ушу, тайский бокс. И я по всем участвовал в соревнованиях. Ну вот, ушел, тайский бокс, кудо, карате участвовал. Возможно, в будущем я стану пожарным, но не знаю. Всего здесь порядка 60 участников. Каждый выкладывается на полную силу и надеется на победу. Данное мероприятие организовано в целях популяризации пожарно-спасательного спорта среди юниоров, юношей. Есть команда юношеская сборная департамента по черчаевым ситуациям, которая представляет интересы на республиканском уровне. У нас проходит соревнование на республике ежегодно среди юношей. Сейчас данное мероприятие, по результатам данного мероприятия, наиболее с лучшими показателями дети будут отобраны и зачислены в сборную команду. Сильнейшие команды будут награждены памятными призами, медалями и кубками. Отдельно отметят призеров индивидуального зачета.